Золотой человек с Алексеем Лысенковым на Авторадио. За моей спиной знаменитые золотые ворота города Владимира. Ничего удивительного, что именно через них начинается дорога к золотым людям, живущим здесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отсюда, в площади железнодорожного вокзала, начинает свой рабочий день наша героиня, героида Ивановна. Мне осталось только сесть вот в этот подходящий троллейбус, я уже и деньги за проезд подготовил. Сегодня я расскажу вам об удивительной женщине, которая каждый день делится хорошим настроением с совершенно незнакомыми людьми. Рабочий день начинается для нее с фразы «Осторожно, двери закрываются». Знакомьтесь, Раида Котова из Владимира. Почти 13 лет она работает кондуктором в троллейбусе. Редкий житель этого замечательного города знает его так же, как Раид. И уж точно, она единственная, для кого пассажиры – добрые знакомые. Здравствуйте. 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 Да, здравствуйте. Ну вот, вы к вам. Да, вы к вам посадитесь, отдыхаете, погреетесь у меня здесь. Да, у вас тепло тут хорошо. Раида Ивановна – дитя войны. Голодное детство, затем потеря родителей и дальше, в общем-то, тоже непростая жизнь. Одной пришлось воспитывать сына. Потому и удивительно, как ей удалось сберечь оптимизм и эту замечательную способность – улыбаться в любой ситуации. На работе у 71-летней Раиды Ивановны в ход идут и добрые слова, и даже песни с намеком. Утром мы присели, люди, я, значит, говорю, доброе утро, добрые люди. Пусть день наступающим счастливым будет. Все заулыбались и едут в хорошем состоянии. Ага, хорошо. Так, здесь, мои хорошие, давайте, проходите. Вот сюда местечко есть свободное. Вот, все. У вас билетик я видела. Ага. Так, здесь у нас два. Так, держите, пожалуйста. О, по яичкой. Водички захотела попить? А вы мне много дали. Надо по 11 у нас. 22. По 11. Так, здесь все. А здесь были. Так, здесь, мои хорошие, что у нас? Вот пассажиры уже поздоровались со мной, сказали. Да уж, что много пассажиров дошло, которые вас знают. Да, вот пока вот эти пассажиры вот сидят тоже. А вы давно ездите на этом маршруте? Да, вы знаете, мы не только на этом маршруте ездим. И везде ездила. Так что я хорошо езжу. А и что, и вы когда встречаетесь друг с другом, обмениваетесь, как здоровье, как дела? Нет, я не обмениваюсь, просто я приятно видеть человека доброго. Доброго. И все. А бывают пассажиры, которые вот в плохом настроении заходят? Бывают. И что, вы их пытаетесь как-то расшевелить? Обязательно. А что? Во-первых, я подхожу или что-то приятное скажу, или песенку спою. А какие песенки поют? Народные или... А это, во-первых... Зависит от человека? Какое бывает, что, например, улыбнитесь на минутку, посмотрите мне в глаза. Человек заулыбался. И мне уже приятно, и ему хорошо. Женщина недавно сидит и говорит, а я ей спела песню, что вы знаете, у меня такая депрессия, а я сегодня уже стала, как с вами увиделась, у меня хорошее настроение стало. Хорошее, я просто вышла с хорошим настроением от вас. А что вы? Если у меня увидеть, он уже замолкает. Замолкает ребенок, и я ему или песенку спою, или там что-то скажу такое, пошучу с ним, и все. И он уже не плачет. Все. А почему такой, я не знаю, у меня получается. Нечаянно само по себе? Нечаянно, само по себе. И это, друзья, не пустые слова. Лично в этом убедился. С Раидой Ивановной я провел на маршруте добрые два часа. Таким нечаянным встречам постоянные пассажиры рады всегда. Тем более, что Раида Ивановна при случае и советом поделится, и дорогу подскажет, и даже денег добавит на проезд. Так, у меня впереди билетчины, мои хорошие. Все. Ага, и здесь тоже. Так, сколько у нас? Набирайте. Один билет. Один билет или два? Два. Два. Так, вот одиннадцать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сейчас я вам два билета. Наконец-то. Держите. Ну, ничего страшного. А они потом возвращают? Нет, никто меня не возвращает. Откуда они-то увидят меня? Ну, куда еще раз поедут, в следующий раз? Ну, если увидят. Нет, один как-то мужчина однажды меня возвратил. Но это не всегда бывает. Не всегда они меня видят. А так я свои внесу, и все. Что ж, получается, вы за свой счет людей катаете, что ли? Нет, не за свой счет. Но это очень мало бывает. Это редко такое, там, у кого-то не хватит рубля или что-то. Я лучше билет продам. Вот сидел здесь мужчина и здесь. Про Чечню разговаривали, все чуть не раздрались. Вот. И я, значит, им спела песенку, значит, сразу. Я говорю, ну вы что, дорогие? И они у меня, значит, это, помирились и вышли в хорошем строительстве. А, то есть вы их подарили песенку? Да, да. Поначалу руководство троллейбусного парка душевного порыва своих сотрудниц не понимало. Ей пытались навязать работу по шаблону. Взяла деньги, отдала билет, разобралась с зайцами. И так по кругу. Но ничего не вышло. И начальству пришлось закрыть глаза. В конце концов, жалоб на Раиду Ивановну не бывает. План она выполняет. Работает по 12 часов. А текучка кадров и без того высокая. Тут, знаете, не до увольнений. Вот и работает Раида Ивановна. То на одном маршруте, то на другом. Но пассажиры, хоть и меняются, всегда ее помнят. Некоторые из них, мне кажется, столько ласковых слов за день не слышат, сколько от нее за одну поездку. Вот, елки-палки, в детстве хотел стать летчиком, космонавтом, моряком. А надо было становиться кондуктором. Сейчас бы мечта воплотилась в жизнь. Представляете, как здорово. Целый день на свежем воздухе и с людьми. В троллейбусе наша героиня проводит по полдня. Такая смена. Раида Ивановна работает практически без выходных. Особенно зимой, когда на даче нечего делать. Лишь несколько лет назад Раиде Ивановне пришлось взять больничный из-за ангины. Все остальные дни она начинает в 4 утра. Обязательно делает зарядку, отжимается. К своему удивлению я узнал, что Котова спортсмен. Стоит на голове, участвует в лыжных соревнованиях, катается на коньках и даже, друзья, маршует. Да-да, Раида Ивановна активно закаливается. Сейчас вот еще холодно, а наша героиня уже плавает в клязьме, разгребая руками на своем пути льдинки навстречу железному здоровью. Когда-то она и сына приучила к спорту. Ради него начала бегать кроссы на дальние расстояния. С тех пор никогда не отказывается ни от пеших прогулок, ни от пробежек. Мы с сыном занимаемся, он у меня спортсмен. И мы, значит, когда первый раз стали бегать, бегом заниматься, я еле и бегу, сыну ли я уже не могу. Он, беги, беги, мама, беги, беги. Сейчас будет второе дыхание, неправда. Потом второе дыхание открылось, сбежишь уже не знаю сколько. Так и на лыжах. На лыжах только так. С коллегами у Раиды Ивановны полное взаимопонимание. Водители ее любят и уважают. Например, Ольга, наш сегодняшний водитель. Очень хороший человек, безотказный. Человек, который любит животных очень. Она всех животных кормит у нас. Я так понимаю, что ее и пассажиры очень многие знают. Пассажиры, да, она ни с кем в конфликт не вступает. Человек такой, что находит общий язык. То есть не грубит никогда, никаких нареканий на нее нет. Работает хорошо, безотказная. Нужно выйти в выходной, выйдет. Вот я заметил, люди, когда заходят, то некоторые, видимо, те, кто ее знает, они как только заходят ее видеть, сразу начинают улыбаться. Почему так? Ну, потому что она такой человек, что, допустим, праздники какие-то, она, как оптимист, она нарядится в наряды. Вот Новый год у нас с Негурочкой у нас ходит. Там, допустим, 23 февраля она морскую форму одевает. И, в общем-то, человек вот не падает духа, молодец в ее годы. Можно про нее сказать, что она золотой человек? Золотой. Мы такими, наверное, не будем. Это редкие люди вообще. То есть плохого даже о ней ничего нельзя сказать. Очень хорошая женщина. Встречают вас, да? О, не по слову, все у двери. Она очень вежливая. Это раз. Во-вторых, внимательная. Всегда посадит, если ты сумками, даже если не очень пожилой человек, молодежь подскажет. Мы очень приятная женщина. Как там рыбалочка? Я бы сказал, не очень. Не очень, да? Рыбка спряталась. Ну, пока это нехорошая. До свидания, бабочка. До свидания. Вам что, выходить будете? Пока. Так, Оленька, подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, не спешите. Не спешите. Все, давайте. Спасибо. Ага. Все, Олечка, все. Ну, для меня люди как-то добрее стали. Добрее стали, да? Да, для меня. Может быть, это от того, что я такой человек. Может, все по какому. Некоторые здесь говорят, что есть и злые там люди. Но я встречаю очень мало. У меня вот я когда с Негорочки работала, ну, поздравляла здесь. Я с Негорочки режусь на Новый год. И всех поздравляю, пою песни по микрофону. И знала, сколько людей добрых, хороших. Хороших больше. Да, хороших больше. Прощаясь с нашей героиней, я вспомнил про счастливые билетики. Ну, помните, как в детстве мы складывали первые три цифры и последние. И если в сумме они совпадали, билетик нужно было съесть. И я подумал, что Раида Ивановна, несмотря на непростую жизнь, вытащила свой счастливый билетик. Потому что вот так беззаветно, от души, от чистого сердца веселить других, получается, далеко не у всех. Вы признаетесь золотым человеком. Мы вас поздравляем. Ой, спасибо. Можно поприветствовать? Их ты, какого вы мне подарили. Спасибо. Это очень внимательный, добрый человек. Всегда нам подскажет. Ей доброго пути пожелает. И все на свете посадит, и усадит. Посмотрите, какое небо за окном, на заре печаль бесследно тает в нем. Оно, как парус, земле досталось, и мы с вами под ним плывем. Пусть морозы дожди и зной, мне не надо судьбы иной. Лишь бы день начинался и кончался тобой. Со всеми вами скажу. Золотой человек с Алексеем Лысенковым на Авторадио.